Короче, еще раз, специально выскажусь по поводу ситуации с блокировкой YouTube, выложу, наверное, этот ролик на второй канал, тем более давно там не было контента, в связи с последними новостями, потому что Google заблокировал YouTube канал Государственной Думы Российской Федерации. В связи с этим официальный представитель МИД Захарова, по-моему, или как ее там зовут, да, Захарова, она сказала, что YouTube сам подписал себе приговор. Мое мнение остается прежним, то есть сейчас, в данный момент идет информационное противостояние в интернете, и YouTube стал одной из таких, как раз таки, площадок, где присутствует это противостояние. И очевидно, что YouTube играет нечестно, то есть он выполняет, ну, как мне лично кажется, какие-то поручения от руководства США, ну, и откровенно нарывается на блокировку. То есть последние несколько недель он блокирует то одно, то другое, там сначала каналы Соловьева заблокировал, потом заблокировал каналы российских СМИ, даже архивные каналы с советскими передачами, которые, кстати, потом все-таки разблокировал, но это был единственный случай, в остальных ситуациях никакой разблокировки не было. То есть он постоянно блокирует то одно, то другое, вот уже даже были новости о том, что блокировки подвергаются каналы негосударственные, с пророссийской позиции. И, в принципе, тут я могу только один вопрос задать, а кто вообще решил, что вот это информационное противостояние будет честным? То есть, ну, очевидно, что если площадка находится в руках людей, у которых есть свои цели, то они будут использовать нечестные правила игры, то есть они будут блокировать, они будут убирать из рекомендаций, в общем, использовать грязные приемы. Но вот все эти слова о том, что подписал YouTube сам себе приговор и так далее, они нам намекают на то, что ресурс, скорее всего, будет заблокирован. Да, я не думаю, что это будет внезапно, скорее всего, сообщат за несколько дней. Также я думаю, что это решение будет принято там ни сегодня, ни завтра, потому что, ну, YouTube, он гораздо сильнее внедрился, скажем так, в нашу жизнь, чем там пресловутый запрещенный на территории Российской Федерации Инстаграм. Вот, тут как бы так просто не заблочишь, нужно подготовиться. И, как мне кажется, я об этом говорил уже много раз, рано или поздно это в любом случае произойдет. То есть, блокировка рано или поздно состоится. Но, я считаю, что этого делать нельзя, потому что, во-первых, у нас нет своей альтернативы никакой. Вот, сейчас все активно обсуждают Rootube, но я про Rootube скажу такое мнение. Мне кажется, что сейчас там вкладывать какие-то деньги в эту площадку, пытаться ее там возродить из пепла, это все равно, что, не знаю, пытаться, значит, как-то привести в порядок 70-летнюю проститутку. То есть, там, делать ей пластические операции, значит, отправлять ее там на SPA-процедуры. Ее время уже ушло, понимаете? Так же, как и Rootube. У Rootube был шанс закорениться, да, укрепиться в России. Еще там в 7-8 году, когда Мэдисон делал ролики, они набирали на Rootube. Сейчас, когда Rootube уступает абсолютно во всем, даже, я не знаю, даже непрофильным видеохостингом, типа того же самого ВКонтакте или Яндекс.Зена, до сих пор на Rootube есть премодерация, и в будущем ее, вроде как, хотят выключить, если через госуслуги зарегаешься, но по факту все равно получается так, что если автор не из России, то он не сможет зарегаться через госуслуги, соответственно, все его ролики будут премодерироваться. К тому же стало еще известно, что Rootube блокирует очень много что, даже пророссийские каналы подвергаются блокировкам своих видео, еще как бы, ну, их не устраивает, это довольно странно вообще выглядит, то есть, когда на Rootube, типа, блокируется контент на пророссийских каналах. То есть, ну, очевидно, что площадка просто не работает и ничего с ней не сделать. Соответственно, то есть, повторюсь, с Rootube, я думаю, что ничего не получится, туда сколько денег не вложи, я не думаю, что в итоге выйдет что-то годное, единственный вариант это оставить только название Rootube и делать все с нуля, но это мое мнение. И то, и на это требуется огромное количество времени, которого нет. Далее, я говорю, ВКонтакте это вообще не видеохостинг, хоть тут и есть какие-то свои, ну, скажем так, возможности в плане видео, то есть, какой-то функционал присутствует, но это не видеохостинг. Там нет нормальных алгоритмов продвижения, там нет нормальных инструментов монетизации, там уступает все в плане качества, там нет нормальных подписок, там вообще нихера нет, по большому счету. И тегов нет, что тоже важно. Вот, поэтому ВКонтакте, ну, там, Яндекс.Зен вообще сейчас находится в стадии, там, чуть ли не продажи. Вот, это, ребята, стрим, просто я решил вначале высказать свое мнение по сегодняшней повестке касательно Ютьюба, я сейчас договорю и потом будем в танки играть. Это я залью на второй канал, у меня просто есть лайв-канал, туда я это залью. И, короче, итог какой? У нас нету своей альтернативы, и если, например, завтра объявить Ютьюб вне закона, причем, как мне кажется, возможно два варианта. Первый, это вариант как с Твиттером, то есть Твиттер ведь, по-моему, не запрещен на территории Российской Федерации, к нему просто доступ ограничен. Я могу ошибаться, но, по-моему, это так. И вторая история, как с пресловутым запрещенным на территории Российской Федерации экстремистским инстаграмом. Вот, если будет вариант как, ну, вариант 2, тогда это будет очень печально, потому что, ну, тогда Ютьюб однозначно накроется. Но, понимаете, проблема в том, что люди так просто не перестанут его смотреть. Если просто взять и уйти с этой площадки, ну, то есть заблокировать, значит уйти. То есть все пророссийские ресурсы, я так понимаю, прекратят свои вещания, да, на Ютьюбе. Проблема в том, что большинство людей по-прежнему будут смотреть Ютьюб при помощи VPN-ов. Кроме того, половина русскоязычной аудитории Ютьюба, они не живут в России вообще. То есть это Беларусь, Казахстан, там, я не знаю, Украина, та же самая Грузия, Армения, там и масса других стран. И это означает, что, как мне кажется, если уйти с Ютьюба, это автоматически означает признать поражение, да, и это ведь ничего не изменит. То есть от этого что, меньше станет информации, которая не нравится, сами знаете, кому у нас? Нет, ее станет еще больше, просто останется только одна позиция. И мое мнение, что единственный более-менее адекватный вариант сейчас был бы, это, во-первых, создавать что-то свое, то есть делать свой видеохостинг, нормальный только, да, и параллельно работать на площадке, которая сейчас есть. Да, нечестно, да, будут удалять каналы, да, будут блокировать видосы, ну а кто сказал, что будет легко? Если вы ведете информационное противостояние, то, значит, надо подстраиваться, вон как тот же самый Соловьев, вот, который там, уже там с какого канала по счету вещает, его блокирует, он снова появляется в эфире. Вот он, как, ну, типа такую вот партизанскую войну, получается, да, ведет информационную, конечно же, я имею в виду. Вот так, видимо, и надо работать, ну, потому что по-другому-то как, то есть, ну, типа закрыть YouTube, типа спрятаться, мы в домике, ну, и что у вас, своего у вас нет, где, что, как это все будет. Короче, ребят, мое мнение, повторюсь, что YouTube заблочит, и, скорее всего, это произойдет достаточно скоро, но я считаю, что этого делать нельзя, это сделает только хуже, причем всем. И смысла в этом нет никакого, вот это мое мнение, поэтому лучше, наверное, сейчас уже готовиться, как-то говорю, там, ставить VPN-ы, сам Песков даже одобрил VPN-ы, поэтому ставьте, если хотите, чтобы обойти блокировки. Также подписывайтесь на Telegram мой, ссылка в описании, подписывайтесь на ВКонтакте, группу, туда я все ролики тоже выкладываю, подписывайтесь на стриминг-канал Натрова, где параллельно сейчас стрим, кстати, идет. Вот, ну и все, как бы, что, и больше некуда деваться. Вот такое мое мнение. Вот, а то, что там говорят, вот, там, YouTube подписал приговор, это было понятно давно, что его заблочат, просто это вопрос времени. И на этом, наверное, этот спич я закончу, и дальше будем играть в танки.